Дмитрий Михайлович, я почему-то наделался, когда связывался с вашим грузинским офисом, что я у вас, несмотря на то, что у меня информация была, что я бы у вас проинтервьюровал в Кобулете. Да, я мечтаю дать там интервью. Я думаю, что я построил один из самых красивых домов в истории Грузии. И самых дорогих. И самых дорогих, да. Такого дома, ну таких домов вообще в мире очень мало. И это мой подарок Грузии. И само мое пребывание там, это знак бизнесменам и политикам. И просто хорошим людям, которые могут для Грузии что-то сделать, приезжайте в Грузию. Грузинским подданным, исходя из всего, остались? Да, конечно. Вы гражданин Грузии? Я гражданин Грузии. Полноправный, полноценный, с орденом, который мне когда-то вручили еще... При президенте Саакашвили. При Саакашвили. Хотя, как выяснилось, да, я много сделал для Грузии, когда был мэром Киева. Я дал бесплатно землю, которая стоит многие миллионы. И за 300 тысяч долларов построил памятник Шатару Ставели и отвел для него самое лучшее место в Киеве. Грузинская мечта, она сбылась, ваша грузинская мечта. И еще один вопрос, Леонид Михайлович, исходя из темы. Как способствует правительство грузинской мечты тому, что мечта грузинская Леонида Черновецкого сбылась? Мешают, помогают? Знаете, Георгий, начнем с того, что я никогда ни от кого не зависел. Я никогда не работал ни с каким правительством, ни с российским, ни с украинским, ни с грузинским. Я зарабатывал деньги самостоятельно и сам строил свою политическую карьеру. Трижды депутат парламента Украины, дважды меня избирали мэром Киева. И моя мечта стать гражданином Грузии, она имеет корни в 1972 году, когда я пришел из армии и начал ухаживать за тбилисской девушкой, которую полюбил всем сердцем и прожил с ней 38 лет и имею двоих детей и 8 уноков. У меня был вертолет, я облетал всю Грузию. Я знаю Грузию лучше, чем любой грузин, кстати, потому что я облетал 99% территории Грузии. Она такая красивая, что вы даже себя не представляете. Леонид Михайлович, не жалко, хотя бы чисто для себя, что Грузия отстроен один из самых дорогих домов, это по версии Forbes. Это вы его отстроили и вы сейчас там не живете. У меня такой простой вопрос, я знаю, что вы любите простые, такие локальные вопросы, чтобы быстро отвечать. Кто-нибудь пригрел руку из Грузии к тому, что Леонид Черновецкий сейчас не в своем доме в Кугулете? Нет, нет. Такого нет? Такого близко нет. Я мечтаю, попаясь снова в свой дом, но это отдельная история. Мы поговорим об этой истории. Я много работаю, мне везде хорошо. Но можно четко сказать, что у Грузии до сих пор есть подданный гражданин Грузии Леонид Черновецкий. Да, ордена носиц, да. Ордена носиц, который миллиардер. Да, который, да, который, хотя, знаете, сейчас говорить обо мне как о миллиардере не будет неправильно, потому что я не бизнесмен. Я не миллионер, не миллиардер. Я просто человек, который сделал себя сам, а живу сегодня я исключительно благотворительными программами. Они меня греют. У меня масса проблем уже начинается потихоньку с грузинской властью. И это отдельная история. Ну, как бы я хочу... Моя идея в том, чтобы каждый грузин помогал другому. Это безумная идея. Но у меня все идеи безумные, поэтому... И всегда так было? Конечно. Поэтому я ее все равно реализую. Леонид Михайлович, как Степан управляется бизнесом? Вы довольны? В принципе, я не очень вникаю в это. Но мониторинг вы делаете. Но он ответственный человек. Он не я. Мы совершенно разные люди. Но ответственность у него достаточно хорошо развита. Поэтому... Вы довольны? Я его воспитывал. Он прошел у меня путь от обычного работника, клерка в банке до руководителя банка. Я даже не знал, назначил ли я его во главу банка. Потому что нельзя большой бизнес оставлять родственнику, потому что он с тобой одной крови. Надо оставить его, если у тебя была идея, тому, кто будет его эффективно развивать. Тогда и родственникам достанется, и всем остальным. Потому что если ты идешь по пути родственному, ты максимум можешь построить ларек, магазин или ресторан. Если ты идешь масштабно, а в моем банке перед его продажей работало 12,5 тысяч человек, и я платил зарплату 24 миллиона долларов в месяц... По 25 выключаю все налоги в месяц, Леонид Михайлович. Да, конечно. Все налоги и зарплаты до 100 тысяч долларов доходило с бонусами. Пацанам. Пацанам, но самое главное, что банк был валютный объем около 6 миллиардов. Да, но сейчас это уже не такой уж большой показатель для банков. Это уже нет. Но как банк делает после вашей продажи? Он сейчас на каком уровне? Я понимаю, что вы продали. Он очень плохо развивается. Дело в том, что его купила МТ за Сан-Пауло, третья в Европе, финансовая структура в Европе, в самый плохой момент. Начался разрушающий кризис 2008 года. Но это был самый лучший период для вас. Ну, мы продали за неделю до кризиса. Да, Господь, Бог любит новую семью. 750 миллионов. Это самая крупная сделка, Леонид Михайлович? Тот год это была самая успешная сделка, названная Форбсом в Украине. У профессионала-банкира Черновецкого, который не просто был банкиром, он и успешно продал банк за, я сейчас скажу, посчитал, 9 дней до кризиса. Начиналось оформление, так сказать, продажи вашего банка от 2008, самого большого кризиса в мировом декаде. В чем проблема грузинской банковской системы? Вы нажимаете на грузинские банки. Мой вопрос, кто-нибудь, я не знаю, подсовывает людям кредиты, чтобы они взяли? Ну, дело в совести, ну, во-первых, дело в законодательстве, да? Оно сейчас меняется. Ну, меняется, слава Богу. Но даже при этом люди все равно могут все потерять. Проблема в чем? Что, если менеджмент банка не имеет философии своей, да, общечеловеческих каких-то ценностей не вставляет в систему, то, конечно, будут банкротства сплошные, тем более, что грузины любят друг у друга занимать. Я везде советую, не занимайте деньги, потому что вы себе врага приобретете. Он, когда придет время отдавать, начнет вас проклинать. Ну, это я к тому, не к банкам. В моем банке никогда при кредитном портфеле в полмиллиарда долларов никто не выдавал под квартиры последние квартиры. Никогда не выдавал никакие кредиты. Мы проверяли. Если человек нуждающийся, если это последний, мы ни одному простому человеку, который не понимает, что делать... Это был как кейс, да, для вас, как пример. Мы больше никогда не делали. Может, мы поэтому и не выросли до пределов какого-то монстра, но зато моя совесть чиста. Я никого не выселял из квартир. Никогда. Леон Михайлович, вы видите такие риски по Грузии, исходя из того так называемого бума, который сейчас идет по девелопменту, по активам, так сказать, этим имеются в виду дома, квартиры и все такое. А какой там бум? Это не бум? Спрашивает кризис, да, и все. Никто ничего не покупает и ничего не продает. Почему вы ему считаете кризис? Потому что никто не... А для чего строится, Леонид Михайлович? Дохлый. Для чего строится тогда? Это мой сын. Это маленький проект. Я не в теме. Я по Грузии? Да, это я не в теме. Это его баловство. Но дела идут не очень. Я не думаю, что там что-то хорошее. А так себе чуть-чуть. А сама по себе система имеется в виду, что... У вас в Тбилиси проблема большая. У нас в Тбилиси большая проблема. Вы посмотрите на город. Он как после войны. Гругом разбитые, разгромленные здания, обшарпанные, которые они достроили и бросили. Жулики уехали. Почему до сих пор? Закона нет вообще и никто не проверяет, кто строит. Ведь для того, чтобы обокрасть население, да, нужно совсем немного денег. Взял котлован, вырыл. И начинаешь собирать деньги на продажу квартир, которых нет. И смылся вместе с деньгами. И до сих пор еще в парламенте не приняли никакого закона, чтобы людей спасти от этой беды. Они же не понимают. Грузины доверчивые люди. Но несмотря на все, если это не баловство. Я не могу считать активность Степана Челновецкого баловством. Он реально выбирает сферу, Леонид Михайлович, который пишет деньги и приносит... Наверное. Это вы с ним поговорите. Я не в теме. Ну, тогда такой вопрос. Какие главные ресурсы Грузии, которые способны сделать страну успешной? Судебная система и налоги. То есть мозги? И все. Больше ничего не надо. При росте экономики, ВВП, давайте сделаем средний вариант, 5%. Как страна может развиваться быстро? И, наверное, до этого самый главный вопрос. Грузия страна с территориями, которые оккупированы на Российской Федерации. Я не спрашиваю насчет рецепта. Это ваше право отвечать или нет. Форбс интересуется. При таких обстоятельствах, как может страна быстро развиваться? Знаете, мой ответ, он рассчитан только на понимание тех, кто будет читать ваш выдающийся журнал. Управление страной, на мой взгляд, ничем не отличается от управления большим бизнесом. Вы так считаете? Ну, конечно. Мы живем в конкурентной среде. Израиль, Грузия, Украина, Россия, Соединенные Штаты, Швейцария и другие. И если мы не конкурируем, не конкурентны, мы проигрываем в инвестиции. Надо создать для инвестиций наилучшие условия. То есть кто-то в правительстве, целая большущая группа людей, например, под вашим руководством, как главного редактора Форбс, вот сидит и думает целыми днями. Их больше, чем самого правительства. Но как же нам победить и забрать инвесторов из Швейцарии на территорию Грузии? Ведь Грузия самая красивая страна в мире. Я это говорю вам в полной ответственности. Я весь мир объездил. Но такой страны нет второй. Швейцария, где зарплаты в три раза выше, чем в Италии или во Франции, которые рядом, да, имеет колоссальные инвестиции. Самая богатая страна в мире. Там нет ни нефти, ни золота, ни заводов, ни фабрик, ничего нет. Есть полная занятость на другом. Но там 6% или 7% НДС и очень маленькие налоги. То есть первое, на что должны были, на что должны обратить внимание правительство, сделать так, чтобы условия для инвестирования были лучше. Но первое даже не это. Первое это абсолютная законность принятия любых решений, касающихся бизнесменов. Потому что если вы находитесь в США или в Швейцарии, вы спокойно инвестируете. Из-за судебной системы, да? Ну конечно, вы можете судиться с государством, с Трампом, с кем хотите, сколько угодно. И выиграете суд. И заставите его платить, если он вам нанес ущерб. Но в Грузии этого не будет никогда. Этого осущения нет по Грузии. Ну конечно нет. Вы всегда проиграете государству. Поэтому вы должны к нему как-то к государству в виде правительства подползти. Поцеловать пятку. Что вас и просили, да? Нет. Такого не было. Ну это у вас, ну это везде, на всем постсоветском пространстве. Но если вы не работаете с государственными структурами, ну вас завтра задавят. Ну Янукович тоже вас, так сказать, тащил к себе. Старался. Так нечего тащить было. А куда он мог меня затащить? У меня уже бизнеса не было тогда. Владимир Михайлович, я возвращаюсь к Грузии. Поэтому первое это законность. Законность, потом конкурентоспособность. Да. Тот политик, который сделает судебную систему Грузии независимой, войдет в историю Грузии выше, чем Тамара, царица. Потому что он сделает Грузию настоящей европейской страной. Которая люди будут жить вот так. Самое главное, что сейчас нет у Грузии. Конечно нет. Это, этого главного нет. Остальное все есть. И второе, начинаем искать путь. Как нам отобрать инвестиции, ну возьмем даже Арабские Эмираты. Такие торговые центры, что... Это возможно было в Грузии, Леонид Михайлович? Да, конечно возможно. Но чего нет? Отмените налоги, возьмите, ну сначала судебную систему. Подайте инвестору защиту в виде судьи и прокурора. Как только он почувствует, что прокурор может стать на его сторону. Если он прав, завтра у вас даже при таких налогах, которые есть, они не такие уж смертельные. По Абхазии и Южной Осетии. Они никогда не станут снова грузинскими, потому что они такие уже нищие, как грузины. Сегодня политика стран, вот вы возьмите Великобританию, полмира принадлежала ей. В том числе и Соединенные Штаты Австралии. Но они сегодня отказываются от территории. Попробуйте стать сегодня Грузия, Джорджия, одним из штатов Америки. Они в жизнь вас не возьмут. Ни в Великобританию, ни во Францию, никуда. Вообще вопрос, за что вы боретесь? За территорию или за людей? Вот как на Украине. А за что мы боремся? А вы боретесь за территорией. Ну там же люди живут. Дайте, покажите им класс. Если вы будете жить лучше, а уже у вас в Грузии, слава богу, есть безвызовый режим, они все побегут сюда. Они проклянут своих коррумпированных руководителей. И побегут все строем. И будут молять на коленях, чтобы вы их взяли обратно. Да Малой Абхазии и Южной Осетии. И Северная Осетия будет ваша. И еще миллион. Только захотите. Но никто сегодня одну нищету на другую не поменяет. Воно меня подъехал за мной в гостиницу. Сам за рулем. Повез меня, показал, как работает у них паспортный стол. Мне сделали права. Я был поражен. И в разговоре он мне... Мы едем по дороге, мы несколько раз встречались. Он мне показывает, что это место купил, это, это, это. То давайте тут что-то сделаем. И все. Я говорю, подождите. Вот вы мне объясните. Надолго вы пришли или нет. Потому что законы ваши такие же, как везде. У вас наверняка и коррупция, и суды под колпаком. И все остальное. Да нет, никогда. Президент, чтобы позвонил судье или кому-то, он только просит иногда меня, чтобы я сказал судьям, чтобы они не слушали его брата. Больше он никогда не вмешивается. Я говорю, ну хорошо. Президент не вмешивается. Суды у вас правильные. Но ему, не дай бог, кирпич на голову упадет. И с кем я буду разговаривать, если я инвестирую в Грузию миллионов сто долларов? Какой был ответ? Он говорит, да что вы об этом думаете? У нас все. 80% поддержки. Я говорю, ну хорошо, ну вот объясните. Не станет, ну мало ли что. Это человек всего лишь. Кто вместо него? Он один. Вы не публичный. Вас никто не знает. Имеется ввиду, что Леонид Черновецкий от них требовал системных решений? Нет, я просто ему показал, что дальше будет. А дальше я сказал, будет плохо. Вы это ему сказали? Конечно. Ничего хорошего не будет. Потому что если его не станет, то завтра что будет с вами и со всеми, кто с ним работает, неизвестно. Мне это понятно, потому что я это видел на Украине. Чем закончился разговор с Кабмином и лично Саакашвили? Встретился я с премьером, встретился я с Саакашвили. Что-то он мне обещал, я уже не помню. Очень много раз встречался с Вано, но они не выполнили даже мелких каких-то... Ну, во-первых, что случилось? Беда. Они мне дали какой-то спецномер, а моему водителю на Мерседесе дали какое-то удостоверение. И чтобы меня не трогали. Но я не собирался нарушать. Я, во-первых, не за рулем. Я даже не знал... Типа нарушиловки? Они меня везде стерегли, чтобы ко мне не приехали украинские журналисты. Кругом... Вы это требовали? Да я вообще не говорил даже на эту тему. Я не знал, что я под такой опекой. А у меня был вертолет. Уже в Грузии? Да. Я привез его туда, в самый дорогой в мире, итальянский вертолет, шикарный. Как эта компания называется? Я его продал потом. Новый. Я живу себе уже в гостинице в Кабулете. Просят меня, дайте вертолет президенту. Ну, я дал вертолет президенту. Один раз, второй, третий, четвертый, пятый. Потом у него поломался вертолет, и мне министр говорит, ну, надо бы дать президенту, пусть он катается. Министр устранных дел? Да, пока. Ну, месяц меня не было, я на яхте катался. Ну, пусть катается. А потом я вижу, как-то он надолго... Накатался? Прикатался, да. Уже ему нравится, конечно, мой вертолет лучше, чем его. И как-то я решил, ну, хотя бы спасибо говорили. На яхте мне звонят и говорят, а вертолетчики слушали только меня. Президент собирается ехать. А я говорю, скажите, что меня нет. Прямо так. Да, нет у меня, и все. Вы не можете связаться, я на яхте. Я действительно на яхте. И вот четыре часа президент сидит и ждет, пока его, не в Кабалете, где-то он в другом месте вертолет стоял, пока его допустят. Конечно, он разозлился. Надавал чертей своему министру. И министру мне сказал, с этого дня вы не под нашей опекой. А прямо так и сказал? А я говорю, а что это значит? А вы узнаете. Это было номер. И мне водитель говорит. У нас забрали номера и какое-то удостоверение. Я говорю, ну, хрен с ним, а зачем мне это удостоверение, зачем мне это вообще нужно? Ну, это смешно как-то по-детски. Вообще. Я, конечно, дал потом. Что переменилось после этого? На второй день что-нибудь было такое другое для вас? Не, ну, я вообще человек принципа. У меня даже украинский Янукович вместе со своей бандой никогда не просил вертолета. Но он потом такой... Что случилось с вертолетом? У меня отдыхалось. А я катался, катался на нем, а потом мне надоело. Я всю Грузию облетал. И это дорого. Это каждый бизнесмен... Саакашвили больше не просил вертолет после этого дня? Нет, мы просто больше не встречались никогда. Больше этого не встречались? Ни с министром, ни с Саакашвили. Потом я его встречал как-то, когда уже его там проклинала вся Грузия, где-то в Батуми. Он был президентом? Он был президентом еще, да. Ну, поздоровались, как будто все хорошо и все. Но у меня нет к нему интереса. Я не хочу его характеризовать никак. Он для Грузии много сделал. Ну, я это видел. Но сам подход какой-то... Ну, кто пойдет... Понимаете, в чем проблема инвестиций в Грузии? Самое главное, да? Беспредел. До сих пор? Он как был, такой и остался. Ну, только фигуры поменялись. Что имеется в виду? Ну, была одна власть, теперь другая власть. С наместником новая власть? Ну, дело в том, что самое главное для того, чтобы пошли инвестиции в Грузию, бизнесмены должны понимать. Конечно, Иванишвили лучше понимает многие бизнесовые вещи, чем... Потому что он бизнесмен? Ну, потому что, конечно, он бизнесмен, он моей крови. Но он... Ну, я понимаю, все просто, да? Если в стране нет независимой судебной системы, то есть прокурор и судья не отчитываются в парламенте, не приседают перед депутатами или перед кем-то, да? А служат народу. И поэтому, пока нет закона, который был бы одинаковым для всех, никто и никогда в Грузию не придет. Как и в Россию, как и в Украину, как и в Казахстан, и как и в Узбекистан. То есть, конечно, можно подойти к правительству, сказать, я готов вам служить. И они скажут, ну, давай, парень, мы тебе обеспечиваем... Вы имеете в виду, что все персонифицировано? Ну, конечно, но это все... А не системно? Это беззаконие. Фактически, это беззаконие. Леонид Михайлович, кого вы знаете и с кем вы общаетесь или общались в бытность в Грузии при правительстве Иванишвили, которого вы называете, что мы с ним одной кровью. Исходя из того, что он сейчас в активной политике, он уже, так сказать, председатель своей партии, мечта, грузинская мечта. Вы с ним успели познакомиться? Этот контакт состоялся или нет? Я дважды видел, встречался с Иванишвили в его резиденции. Очень приятный такой рассудительный человек. Мне было очень интересно, как он видит развитие Грузии. Принципиально я ничего не просил, потому что я бизнесом не занимаюсь в Грузии. И я всего лишь задавал вопросы, на которые он очень последовательно отвечал и произвел на меня впечатление очень здравого человека. Но, в принципе, он советской закалки человек. А вы? Я нет. Я не советский человек. Я не с Земли. Я с Луны. Где-то поправлю. Где-то от Космоса. Да, из Космоса, да. А почему забываете? Это же один из самых хитовых был. Леонид Михайлович Черновецкий. Я космос. Вы же сами этим зажигались. Да, я не из Советского Союза. Означает это, что эти две встречи с Иванишвили, его видение, так называемый vision, Леонид Михайлович, вам импонировало, как человека, бизнесмена и политика. Я не знаю его как бизнесмена и не знаю, скорее всего, как политика. Потому что он сам в себе. Человек достаточно закрытый. А как человек он приятный. И ему было приятно с ним общаться. И очень располагает, и высказывает уважение. И главное, что он ничего не требует, как прошлая власть. То есть ты давай, вот давай и давай. Но со мной так нельзя говорить, потому что я ничего не дам. И никого ничего не прошу. Мне интересуют грузинские бизнесмены и грузинские политики. Вас интересуют они? Вы знаете кого-нибудь лично из грузинских бизнесменов или политиков? Да, я знаю одного парня. Богатый человек. Он занимается больничным бизнесом. Он был у меня дома. Солидный такой человек. Ну, видно, что... Видно, что перспективный. Случай, он не член парламента Грузии? Нет, нет. А, да, он один из член парламента Грузии. Да, да. Член парламента. Скорее всего, это основатель компании ПСП? Не помню. Вы не помните? Не помню. Больше мы не общались. Один раз он у меня был, потом был его друг. Окей. После вот такого абсолютно безобидного вопроса от меня. Кто вам вспоминается из грузинской бизнес и политической элиты, которого Леонид Черновецкий может вспомнить и минимум вот так же наговорить, имеется в виду, обосновать, как вы, например, говорили насчет Михаила Саакашвили или Бедина Ивани Фили. Вот такая персона из неначней грузинской политики или бизнеса для вас есть? Она существует? Никого не знаю. Вообще никого. Леонид Михайлович, почему, когда я вспоминаю вашу страницу в Фейсбуке, у меня всегда возникает мнение, что Черновецкого все равно тянет политику? Большая ошибка всех бизнесменов, в том числе и моя, единственная, которую я совершил в жизни. Я прожил жизнь, если бы заново начать, точно так же бы жил. Ничего не менял бы. Хотя много досадного произошло и очень неприятного, разного. И разочарований много было. Не только же Победы, но ошибка была в том, что когда бизнесмен растет, и бизнес его растет, ему нужно куда-то примкнуть. И? Потому что очень много подразделений, ты охватываешь всю Украину, громадная страна, тебе надо идти защищать бизнес или с бандитами, которые ходят во властные структуры, или, ну тогда это было так, или идти в политику и через политику защищать самые элементарные вещи, чтобы тебя не закрыли, чтобы глупости не сделали какие-то, не объявили тебя банкротом или еще что-нибудь, или налоги не списали от фонаря. Ну вот как-то так. И я, ну и кроме того, растет самомнение. Вот ты миллиардер, ты миллионер, ты много знаешь, ты лучше других. На самом деле нет. Политика это совсем другая сфера. И ты идешь туда, где тебя не ждут. И мало того, ты плохо кончишь. Это я говорю всем бизнесменам, кто примкнет к политике. Это плохая идея. Потому что рано или поздно ты сегодня с одной командой, ее сметут, придет другая и тебя в тюрьму посадят. Это ваша скаловная ошибка? Меня не посадили и не посадят, но я думаю, что да. Во-первых, я не политик. И я думаю, что есть много людей, которые заслуживают этого. Почему собирались в грузинскую политику, Леонид Пахалович? Что случилось? И потом быстро вот так нет и не получилось. Нет, но дело в том, что я ничего нет не говорил. Ко мне даже приезжали, я настолько развил эту ситуацию, что ко мне даже приезжали ЦРУшники, по-моему. Потому что они перепугались, что еще один какой-то миллиардер еще, не дай бог, зайдет в политику. Мы разговаривали долго. Они поехали, потом смотрели, как я встречался с населением. Но меня мало. Я занял третье место, по-моему. И понял, что... Ну, во-первых, я не хочу в политику сегодня. Но политика меня интересует только с точки зрения того, чтобы Грузия жила и процветала. Чтобы и мне спокойнее было, чтобы революции не было и народ жил лучше. Потому что если люди кругом тебя нищие, то ты чувствуешь себя не в своей тарелке.